Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог», и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моим сегодняшним гостям. А в гостях у меня сегодня начальник Щелковского пожарно-спасательного гарнизона Вячеслав Никонов. Здравствуйте, Вячеслав Иванович. И начальник отдела надзорной деятельности по Щелковскому району МЧС России Павел Шагов. Добрый вечер, Павел Николаевич. Мы встречались с вами в этой студии примерно год назад, ну, правда, в другое число, а вот сегодня такой, может быть, знаменательный временной промежуток у нас получился между двумя праздниками пожарной охраны. 17 апреля отмечали мы День Советской пожарной охраны, ветеранов поздравляли нашего Щелковского района пожарной службы. Ну, а 30 апреля предстоит отмечать День пожарной охраны России уже праздник новейшей истории. Так что вот вас с прошедшим и с наступающими праздниками. Ну, а вначале, как вводится, давайте немного статистики, да, подведем итоги прошлого года, и вот уже можно подвести итоги первого квартала года нынешнего. Ну, я имею в виду статистика, конечно, по пожарам, по возгораниям, ну и каким-то другим чрезвычайным ситуациям. Да, добрый вечер еще раз. Что хотелось бы сказать. Если сравнивать прошлый год, что за прошлый год у нас произошло на территории района 282 пожара, количество загораний 1412, при пожарах погибло 19 человек, пострадало 19 человек. Наблюдается у нас уже с года в год, как мы можем заметить, небольшое снижение в пределах там 5-7% по основным показателям. То есть динамика есть, небольшая, но с учетом, что численность Щелковского района растет. То есть динамика положительная все-таки выше получается. Да, и к нам приезжают жители в летний период, отдыхающих на даче, то есть жители Москвы и соседних городов, районов. То есть можем сказать, что она у нас, обстановка достаточно стабильная. За истекший период у нас уже произошло 82 пожара. Это вот в первом квартале, да? По состоянию на сегодняшнее число. За аналогичный период прошлого года 85. То есть, ну, небольшое, но тоже снижение присутствует. На пожарах погибло 5 человек, в прошлом году 6. И пострадало 7 человек. В прошлом году также 7 человек пострадало. Основными причинами пожаров у нас все так же является основное. Это строение жилого сектора, как многоквартирных жилых домов, так и частного жилья. То есть, строение на территории частных домовладений, на дворных, постройки, бани, сараи. Вот это основное, да. По причинам, наверное, более подробно. Ну, вот у всех на памяти два таких очень крупных пожара, которые случились уже в этом году. Я имею в виду, конечно, пожар в поселке Биокомбината на складе готовой продукции, где хранилась всякая полиэтиленовая посуда. И пожар на складе лакокрасочных материалов в Щелковской промзоне, который не только, значит, сгорел склад, но и затронул готовую продукцию компании Щелкова. Агрохим. Я сейчас предлагаю посмотреть видеосюжет. Мы тоже выезжали по долгу своей службы тоже на это возгорание. Поэтому давайте посмотрим, потом уже прокомментируем, как это что было. В 4 часа утра загорелся ангар, принадлежащий компании «Мелезе», где хранились бочки с лакокрасочной продукцией. Пожару был присвоен второй уровень сложности. Через час площадь возгорания увеличилась до 1000 квадратных метров, обрушилась кровля. От высокой температуры бочки стали взрываться, и горящая краска потекла под соседний ангар, в котором находилась готовая продукция предприятия Щелкова Агрохим. Еще через час площадь пожара достигла почти 2500 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сумму ущерба пока, конечно, определить сложно. По самым осторожным подсчетам она может составлять сотни миллионов рублей. Тушить пожар прибыли подразделения МЧС из Щелкова, Фрязина, Медвежьих озер, Балашихи, Вантеевки, Пушкина. Всего 65 человек и 17 единиц спецтехники. К 8 утра пожар удалось локализовать. Первые подразделения, которые сюда прибыли, сразу подтвердили то, что да, горит достаточно много. И это позволило как раз сосредоточить достаточное количество сил и средств, чтобы в ближайшее время достигнуть локализации пожара. Со всеми остальными службами взаимодействие организовано. Плюсом ведутся работы по отсыпке грунтом. Видите, вот это вот у нас белая река с различными реагентами течет, для того, чтобы можно было перекрыть ее в течение в реку Клязьму и дальнейшие сборы и утилизации. К работе подключились и два робота, разработанные в ней пожарной охраны. Правда, главной их задачей, как нам объяснили в МЧС, было не тушение огня, с которым уже почти справились, а испытание новой техники в реальных боевых условиях. Мы еще поговорим об этих пожарах. У нас есть первый звонок. Давайте послушаем нашего зрителя, а потом продолжим беседу. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Я хотела, конечно, всех поздравить с наступающими праздниками. И еще у меня такое, значит, как предложение или вопрос. Пожар легче предотвратить, чем потушить. Поэтому у меня такой вопрос. Ведется ли работа по профилактике. Вот в жилых домах пожарная сигнализация проверяется или не проверяется. В рабочем состоянии находятся гидранты или нет. Потому что вот у нас дом недели на 24, четвертый подъезд, два года стоял холодильник возле пожарного гидранта. Теперь стоят в тамбуре огромные шкафы. И соседи, которые не соглашаются никак убрать это. Пожарные инспекторы приходят, проверяют или не проверяют. Вот такой у меня вопрос. Потому что после того, как погиб полковник Чернышев Евгений Николаевич, которого я лично не знала, но очень уважала. Такой был человек замечательный. И столько трудов он. И вот когда он даже такой мудрый, умный человек и не смог противостоять пожару, как мы сможем, как сможет противостоять моя семья, которая молодая девушка и маленький ребенок? Спасибо. Спасибо за вопрос. Кто готов ответить? Наверное, я по противопожарному снабжению. В противопожарном снабжении у нас проводится проверка ежегодно, два раза в год. Это весной и осенью. Сейчас, в данный момент, ведется проверка всех пожарных гидрантов на территории Щелковского муниципального района. И всех водоемов, которые приспособлены для тушения. И которые возможно задействовать для тушения пожаров. По профилактике Павел Николаевич более подробно озвучит. Да. Та работа, о чем вы говорите, она, конечно, ведется. Но в рамках действующего законодательства мы все понимаем, что все управляющие у нас компанией являются субъектами предпринимательства. Зачастую это малый и средний бизнес. И, как мы знаем, президентам объявлены надзорные каникулы для проверки этих объектов. Но по обращениям жителей мы своевременно реагируем, выходим и профилактируем. То есть, не обязательно проверяем. Просто достаточно с жильцами пообщаться, разъяснить более подробно, с привлечением, конечно, управляющей компании. И, как правило, все замечания устраняются в ходе проверки, скажем так, ну или в течение кратчайшего времени. Поэтому вы можете в любой момент обратиться к нам с обращением. И мы выйдем на место, разберемся на данном объекте, да, и окажем всяческую поддержку, потому что профилактика – это прежде всего. И исправная, соответственно, система автоматической противопожарной защиты, пожарная сигнализация, оповещение. Уже в ходе, конечно, контрольных надзорных мероприятий проверяется. Но все в рамках проверок, согласованных, установленных в законном порядке, которые размещены на сайте Генеральной прокуратуры. И каждый может посмотреть, они ведутся. Спасибо. И мы будем только благодарны, вот добавлю, Павел Николаевич, что вот действительно неравнодушные жители будут обращать на эти моменты внимание, обращаться к нам, надзорные органы выполняют свою задачу. Давайте вернемся вот к этим двум крупным пожарам, да, на территории щелковских предприятий. Насколько я знаю, буквально после этих событий в администрации щелковского района прошел специальный семинар для руководителей предприятия об усилении, так скажем, противопожарной безопасности на производстве. Насколько я знаю, вы были там, Павел Николаевич, если можно, расскажите подробно, что было, какие были данные указания, пожелания и так далее. Да, действительно, у нас произошли два достаточно резонансных пожара и по повышенному ронгу пожара работали наши пожарные подразделения. Пожары за короткий интервал, то есть в течение разницы одна неделя. Мы инициировали проведение совещания в администрации, куда пригласили предпринимателей по этому направлению деятельность, то есть производственно-складских комплексов, где попытались довести и обратить внимание на ту проблематику, которая существует по данному направлению, да, потому что мы, проводя предварительную проверку по факту пожаров, ну и в ходе проведения тушения пожаров, столкнулись с рядом проблем, которые повлияли на тушение пожаров. Это складирование готовой продукции в противопожарных разрывах, ограничение доступа пожарных подразделений к источникам противопожарного водоснабжения, то есть тем же пожарным гидрантам, проезды отчасти перекрытые, то есть что создавало затруднения для маневра пожарной техники и тушение пожара на ранних площадях, на раннем стадии. И, конечно, своевременные сообщения о пожаре, да, то есть проводя аналогию, мы знаем, что по некоторым пожарам люди пытались тушить самостоятельно, и когда уже вызвали подразделение пожарной охраны, время было унималимо упущено. Если брать причины, то, например, по предприятию Мелизи, да, сейчас проверка до сих пор еще проводится, назначен ряд судебно-экспертных экспертиз, и по результатам проверки уже, соответственно, будет принято решение. По пожару, который произошел в поселке Биокомбината предприятия Орхимед, предварительным данным материалы проверки были направлены в следственное подразделение МВД рассмотрение по подведомству в рамках поджога. То есть следственные органы уже более точную оценку этим действиям внесут. То, что касалось обращения и совещания с руководителями промышленных предприятий, мы доводили как новые методы, да, и новые подходы в системе МЧС. Это проведение независимой оценки риска, да, проведение расчетов риска на объекты. То есть каждый собственник или арендатор тех или иных площадей, мы понимаем, что несет персональную ответственность за свое здание и помещение. И прежде всего, это, конечно, безопасность людей. И в связи с этим сейчас законодательство допускает разрабатывать, ну, проводить, во-первых, независимую оценку пожарного риска, который потом влечет исключение плановых проверок со стороны органов МЧС. И также проводить оценку риска, отступать от выполнения тех или иных требований, которые допустимы законом, да, то есть не вкладывать в обеспечение безопасности, а экспериментальным путем доказывать, что выполнение тех или иных мероприятий будет позволить избежать либо возникновения пожара, либо наступления человеческих жертв или пострадавших, да, и ответственность за это на себя берет, например, собственник объекта. И при этом можно ограничиться, ну, скажем так, минимальным комплексом мероприятий, но которые все равно надо соблюдать. Также мы рекомендовали всем в случае возникновения каких-то консультаций не стесняться обращаться в органы пожарной охраны, пожарного, государственного пожарного надзора в плане оказания консультаций. Эту услугу совершенно безвозмездно, то есть в рамках консультации наши сотрудники готовы и при необходимости показать, рассказать, что надо делать. И будет необходимость, будут выезжать на объект и покажут это все на месте. Ну, а также обращали внимание на своевременность проведения тренировок с персоналом, чтобы люди знали и порядок действий в случае возникновения пожаров, и порядок эвакуации. Спасибо. Вот как раз предлагаю посмотреть еще один видеосюжет, который связан с тренировками не только пожарных, спасательных расчетов, но и, опять же, персонала. В данном конкретном сюжете была задействована, была задействована, раньше называлась Алмазовская школа-интерната, сейчас называется Центр для детей с ограниченными возможностями доверия. Буквально это было, наверное, неделю назад. Давайте посмотрим, как все происходило. Уже конец апреля, и несмотря на весьма прохладную погоду, факт остается фактом. До лета чуть больше месяца. Для представителей одной из самых отважных профессий это означает, что необходимо готовиться к пожароопасному периоду. Показательные учения прошли в Алмазово. Сотрудники Щелковского пожарно-спасательного гарнизона, аварийно-спасательной службы, регионального лесхоза, а также добровольных дружин из Медвежьо-озерского и Фрянова отрабатывали действия в чрезвычайной ситуации. Возгорание произошло в лесном массиве неподалеку от важного социального объекта – школы-интерната. Главная задача – не допустить, чтобы огонь перебросился на здание. Так сейчас ликвидацией очага возгорания занимается пожарная часть номер 300 и добровольная пожарная дружина. Отрабатывают худшие из предполагаемых раскладов. Огонь подступает все ближе к зданию, в котором находятся дети. Первой на место успевает добровольная пожарная дружина из Медвежьо-озерского поселения. Разворачивают рукавные линии и используют воду из специального водоема на территории интерната. Помогает дружинникам «Медвежек» и другой образцовый отряд из поселения Фрянова. Наша задача какая? Во-первых, вывести людей в территории, где происходит пожар. Потом заняться лекализацией огня и дожидаться службы пожарной охраны. Затем в дело вступают сотрудники из пожарных частей 299 и 300. Задействуют две автоцистерны. Крайний вариант ситуации. Худшие опасения подтвердились. Огонь перекинулся на здание жилого корпуса. Детей эвакуируют. В то время как пожарная часть ликвидирует возгорание. Аварийно-спасательная служба вызволяет ребенка, заблокированного в здании. За работой наблюдают не только личный состав профильных подразделений, но также главы поселений и сотрудники администрации. Порядок действия в опасной ситуации каждый из них должен знать досконально. Ну вот такое мероприятие. Вопрос, наверное, к вам, Вячеслав Иванович. Какую помощь оказывают вот эти добровольные дружины вам, профессионалам? Ну, добровольные дружины мы с недавнего времени начали развивать. Это движение формировали на добровольных пожарных дружин на территории района. Во-первых, они нам оказывают большую помощь при рейдах, которые мы проводим, начиная с начала пожароопасного периода. Они смотрят, проходят по территориям, смотрят, происходит ли где-то возгорание. Для чего это все производится, делается? Для того, чтобы малейший очаг, его в начальной стадии заметить, вовремя вызвать пожарную охрану и локализовать его меньшими силами. И не дать распространиться очагу в лесном массиве до грандиозных размеров, с которым будет уже справиться намного сложнее. Во-вторых, они сейчас укомплектованы техникой, как вы видели. У них есть расчеты. Они первые реагируют на данные очаги и до прибытия пожарных подразделений сдерживают тот или иной очаг пожара. То есть, тем самым помогая нам и минимизируя все возможные распространения пожара. Достаточно качественную у нас работу проводят добровольцы. Поэтому, как бы они и привлечены были на эти учения, которые мы проводим ежегодно, а для чего мы их проводим? Для того, чтобы показать главам администрации, руководителям объектов, которые приглашаются на эти учения ежегодные, как нужно действовать в той или иной ситуации. И посмотреть слаженность и взаимодействие всех служб, которые привлекаются на этих учениях. Также они привлекаются на возникновение тех или иных нештатных ситуаций, тех или иных техногенных ситуаций или лесных пожаров. Тоже привлечено было и лесоохрана, и аварийно-спасательное формирование, и также силы РСЧС района. – Какая-то специальная подготовка с ними ведется, скажем, с вашей помощью? – Да, конечно. Специальную подготовку мы проводим постоянно с добровольцами. То есть ближайшие пожарные подразделения прибывают, с ними проводится подготовка. Постоянно мы уделяем это достаточно большое время этому. И мы знаем, что за добровольцами у нас будущее. – Ну, теперь поговорим больше, наверное, о профилактике, профилактических мерах. Как ни банально это звучит, да, конечно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Поэтому еще один видеосюжет сейчас посмотрим про специальную технику, которой оборудуются квартиры в нашем районе. Давайте посмотрим. В момент, когда опасности не избежать, нужно хотя бы оперативно отреагировать. Быть начеку в случае угрозы пожара поможет вот такой небольшой датчик. Установку домовых пожарных извещателей в домах семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, провела администрация Щелковского района. – Это тем семьям, которым нужна наша помощь. Семьи, которые иногда оказываются в безвыходных ситуациях. Установка датчиков проводилась в течение летних месяцев по поручению руководителя администрации Щелковского района. Главная цель в случае пожара – избежать травм среди детей. Ставятся эти извещатели, чтобы в любое время, не дай бог, что-то приключится и какие-нибудь форс-мажорные обстоятельства будут, чтобы эти извещатели сработали. И даже не они, соседи, могли услышать эти извещатели и сообщить в экстренные службы, чтобы они немедленно среагировали. Датчики дымовых пожарных извещателей реагируют на любой дым, будь то возгорание на плите или забытая сигарета. Предупреждают об опасности звуковым сигналом. Вот такой вопрос к вам, как к специалистам. Насколько вообще эффективны эти датчики и рекомендуете ли вы устанавливать их всем гражданам, всем желающим? Да, действительно, не то, что рекомендуем. Мы настоятельно рекомендуем, дабы обезопасить себя. Потому что датчик, он как и в ночное время поможет среагировать, так и у нас зачастую происходят пожары из практики, что пожар произошел в соседней комнате или на кухне, а кто-то из жильцов находился в другом помещении и не смог своевременно увидеть или обнаружить до того сгорания. И эвакуировать уже этого человека приходится через окно или балкон, когда позволяет эта техника и свободные подъезды, и этажные строения. В связи с этим, что данные датчики позволяют своевременно обнаружить пожар, но прежде всего постараться его локализовать в малых объемах, хотя бы даже элементарно прикрыть дверь в это помещение, если не получается его потушить, и своевременно покинуть горящий объект, квартиру или свой дом. Соответственно, эта работа достаточно важна, и, как уже сказали в видеосюжета, что в основном было обращено на ту категорию людей, кому действительно нужна эта многодетная семья. У кого средств не хватает, чтобы себя обязательно обезопасить. А всем остальным жителям, в том числе на даче, мы очень настоятельно рекомендуем оборудовать. Они стоят по цене достаточно дешево, чтобы этим пренебрегать. Звук достаточно громкий, то есть он позволит разбудить спящего человека, и, соответственно, очень легкий, просто он в эксплуатации. Если разрыв происходит, разрыв батареи, то он будет своевременно об этом извещать звуковыми сигналами. То есть не получится так, что он неисправен, а человек будет надеяться на него. То есть если своевременно поменять аккумуляторную батарею, он прослужит долгие годы. То есть у него автономное питание, его не надо к розетке подключать? Да, он совершенный именно, что там либо от кроны, либо от пальчиковых элементов питания, если в простонародье говорить, и служит элементом питания достаточно долго. А если можно, технические подробности. Понятно, то, что результат мы увидели, это громкий звук. А вот реагирует, скажем, непотушенный сигарет, ну это может быть не криминально. На определенную концентрацию он рассчитан, да, задымление. То есть может быть от сигареты, ну в зависимости от чувствительности, да, датчик может не сработать. Ну, опять же, на каком расстоянии это сигарета? Ну вот если сигарета упала там на газету или на какое-то покрытие, да, и начинает уже дым образовываться, то, соответственно, он сработает практически сразу. И всегда будет возможность на начальной стадии подручными средствами затушить данное возгорание. Ну, а если дыма нет, скажем, ну не знаю, газовая плита, да, и вдруг что-то тут вспыхнуло. Дыма без огня не бывает, как говорят в простонародье? Дыма будет обязательно. Мы знаем, что у нас зачастую сейчас большинство отделочных материалов с высокой дымообразующей способностью, да, мы уже не говорим о токсичных продуктах горения, но дымообразующая способность достаточно высокая. И в связи с этим он сработает, ну, на 99,9%, наверное, процента. Ну, теперь, наверное, пришло время поговорить о тех же профилактических мерах, да, я имею в виду правила противопожарной безопасности, основные для населения, которые для тех, кто еще не обзавелся, скажем, такими датчиками. Предлагаю еще один видеосюжет посмотреть, там какие-то собраны рекомендации, и потом вы добавите еще, может быть, к этому материалу что-то свое. Давайте посмотрим еще один сюжет. Снизить риски можно. В первую очередь необходимо соблюдать технику безопасности и не оставлять детей без присмотра. В жилых домах специалисты рекомендуют устанавливать пожарные извещатели. В экстренных ситуациях звонить по телефону 112 или 101 в пожарную охрану. Лучше лишний раз сделать ложный вызов, чем потом устранять последствия пожара. Особую бдительность стоит соблюдать жителям частных домов. Если есть печи, необходимо иметь притопочный лист, если дымоходы – ограждающую конструкцию. Особое внимание нужно обратить на детские шалости. Соблюдение техники безопасности снизит риски неблагоприятных последствий. Пренебрежение элементарными правилами безопасности, к сожалению, не редкость. Все случаи специалисты заносят в протокол. Сотрудники пожарной службы говорят, что ходить с напоминаниями, проверками не устанут, если профилактическая беседа поможет спасти хотя бы одну жизнь. Пришло время небольшого перерыва в нашей программе. Мы обязательно после него вернемся, естественно, к рекомендациям по противопожарной безопасности. Я напоминаю нашим зрителям, что в гостях у меня сегодня начальник Щелковского пожарно-спасательного гарнизона Вячеслав Никонов и начальник отдела надзорной деятельности по Щелковскому району МЧС России Павел Шагов. Не приключайтесь, мы вернемся через несколько минут. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник Щелковского пожарно-спасательного гарнизона Вячеслав Никонов. Еще раз добрый вечер, Вячеслав Иванович. И начальник отдела надзорной деятельности по Щелковскому району МЧС России Павел Шагов. Павел Николаевич, добрый вечер еще раз. Напоминаю, телефоны прямого эфира нашей студии 567-1440 и 567-1450. Можете звонить и задавать свои вопросы моим гостям. Ну а мы продолжим нашу беседу. Буквально перед перерывом посмотрели видеосюжет, в котором прозвучали некие рекомендации по правилам противопожарной безопасности для населения. Ну понятно, что они не исчерпывающие, поэтому хочу, чтобы вы продолжили говорить об этих рекомендациях, об этих правилах, ну и может быть уже сделать какой-то упор на погоду, так скажем, на начало весенне-летнего сезона, который, наверное, все-таки немного более пожароопасный, чем зима и ранняя весна. Да, действительно, это так и есть, что на весенне-летний пожароопасный период уже наступил и, можно сказать, полным ходом идет, была проведена и определенная подготовка, и то, что говорилось и в сюжете, те профилактические мероприятия, которые проводятся, да, и которые проводятся сотрудниками пожарной охраны совместно с органами местного самоуправления, полиции и другими заинтересованными организациями. Эта работа у нас усиливается, как правило, в праздничные дни, когда основная масса людей выезжает на природу, либо к себе на участки загородные, да, в том числе это вот как раз предстоит и в майские праздники, которые нас ожидают впереди. Ну, прежде всего, целью профилактики правонарушений и правонарушения в области пожарной безопасности и, второе, предупреждение пала сухой травы. То есть мы все знаем, что весна – это у нас колоссальное количество выездов и подразделений пожарной охраны на пала сухой травы. Это, можно сказать, часть нашей беды, да. Ведь даже в Щелковском районе регулярно происходят случаи возгорания с построек и домов от пала сухой травы. Мы знаем, что достаточно, чуть больше ветер, или резко поменяет направление ветра, да, и огонь развивается с молниеносной скоростью, и уж когда справиться с ним невозможно. Хотя, казалось бы, люди просто хотели сжечь мусор или какую-то старую листву, ветки у себя на участке. Поэтому при разведении огня на участке это строго регламентировано как правилами пожарной безопасности, так и законом Московской области о благоустройстве. Такое допускается на территории, но в строго отведенных местах, на особых противопожарных расстояниях, противопожарных разрывах, да. И обязательно этот процесс должен быть контролирован при наличии средств первичных пожаротушения. Это как огнетушители, вода, песок, ну, что основное можно иметь как бы на приусадебном участке, да, или в частных домовладениях. То, что касается жителей жилых домов, потому что у нас основная или львиная доля пожаров, да, вот из 82 пожаров, прошедших в этом году, у нас 39 пожаров произошло по причине нарушения или неправильной эксплуатации электрооборудования, электроприборов. В этой связи хотелось бы напомнить о соблюдении требований по пользованию электронагревательными приборами, электрооборудованием, электроинструментом или другими устройствами. Это, прежде всего, целостность электропроводов, вилок, удлинителей, да, электророзеток. Правильно мы всегда говорим, что устанавливать в электрощитах устройство защитного отключения с целью предупреждения возникновения пожара, там, от короткого замыкания. Никаким образом нельзя электронагревательные приборы накрывать какими-то предметами, да, одеялом или сушить на них вещи, потому что у них должен быть свой воздухообмен, да, и от этого тоже происходит возгорание. И 15 случаев, да, из этих же 82, это по причине неправильного использования печей и отопительного оборудования. Потому что мы все понимаем, что... Ну, имеется в виду печи, которые дровами топятся, да, или углём? В том числе, да, мы сейчас даже не рассматриваем столько не газовое оборудование, да, там случаев достаточно немного, но они тоже бывают, да, а больше именно печи дровяные. Дровяные уголь, да, на твёрдом топливе. Это в основном и бани, то есть люди сейчас выезжают, да, и активно протапливают свои бани после зимнего периода, при этом не всегда проверяют целостность дымоходов, целостность противопожарной разделки, которая сделана в перекрытии или в покрытии. Порой даже перекаливают печи. Ну, это фактически беспечность самих хозяев, допустить перекал печи. То есть, ну, каждый владелец должен понимать, что потопил, и надо обязательно давать перерыв. Либо своевременно осматривать те конструкции, которые граничат дерево, но, как правило, это деревянное перекрытие, деревянное покрытие или какой-то горючий утеплитель. И происходит воспламенение, и уже, соответственно, сгорание. Вот на этот момент очень бы хотелось внимательно, чтобы каждый гражданин смотрел, обращал внимание. Если необходимость, пожалуйста, можно позвонить и проконсультироваться у нас в отделе. Вся эта информация достаточно сейчас в общем доступе, то есть в сети интернет. Можно посмотреть, какие правила пользования в любой момент. Но наши рейды будут проводиться, и профилактическая работа, не только сотрудниками отдела надзорной деятельности, а в целом сотрудниками пожарной охраны Щелковского гарнизона. Мы будем ходить и в выходные дни, и по домам, с целью предупреждения данных случаев, доведения на население мер пожарной безопасности. Поэтому прошу жителей относиться к этому с пониманием, если в выходной день увидят сотрудников МЧС или пожарной охраны, МОСАБЛ, ПОЖСПАС, которые будут вручать им какую-то наглядную агитацию, и всегда по возможности использовать данный диалог с пользой. Попросить каждый сотрудник всегда проконсультировать, подскажет на месте, ну и, соответственно, теоретически подкрепить знания каждого жителя. Спасибо. Ну а сейчас я предлагаю нашим зрителям посмотреть о том, как проходили подобные рейды, о которых рассказал Павел Николаевич, еще и минувшим летом в нашем районе. Давайте посмотрим. Лучший метод борьбы с огнем – профилактика. Летом в самый пожароопасный период ежедневно представители служб безопасности Челковского района патрулируют территорию муниципалитета, чтобы вовремя пресечь угрозу пожара и напомнить несознательным жителям, что отдых на природе – это, конечно, хорошо, но с огнем – шутки плохи. Каждый день утром проходят совместные разводы о распределении групп патрулирующих определенные маршруты. Первая группа у нас сотрудников администрации, полиции, сотрудников отдела надзорной деятельности будет осуществлять патрулирование лесных массивов, водоемов в районе Челково-7. Так, в минувшую субботу патрулировать Челковский район были направлены 9 групп, в которые вошли сотрудники пожарно-спасательной службы, полиции, надзорных органов, отдела безопасности районной администрации и даже народной дружины. Их основной целью стала профилактика угрозы поджогов, разведение огня в несанкционированных местах, а также соблюдение отдыхающими правил безопасного поведения на воде. Вячеслав Иванович, мы о безопасности на воде еще поговорим в нашей программе. Сейчас опять же по противопожарной безопасности, отталкиваясь от видеосюжета по рейдам. Насколько эффективны эти рейды и вообще при выявлении нарушителей какие меры принимаются? Достаточно эффективны эти меры. Почему? Потому что, опять же, рейды позволяют нам найти нарушителей, сказать, что, во-первых, провести с ним беседу, провести с ним инструктажи правил пожарной безопасности, что так нельзя поступать, нельзя делать. И найти, обнаружить очаг в ранней стадии. Достаточно эффективны эти рейды. И мы, начиная с начала пожароопасного периода, мы усиливаем свои группы. И все подразделения пожарной охраны, они задействованы в этих мероприятиях. Предлагаю посмотреть еще один видеосюжет, который мы снимали минувшим летом, о масштабных учениях на территории города Щелково, на территории универсального спортивного комплекса Подмосковья, когда были задействованы не только пожарные подразделения, но и другие силы. И потом поговорим о взаимодействии с этими структурами. Давайте посмотрим сюжет про учения. В единую диспетчерскую службу 112 поступил звонок с сообщением о том, что в здании спорткомплекса Подмосковья обнаружен взрывоопасный объект. Возможный сценарий террористической ситуации разработан для плановых ежегодных учений. Задача сотрудников комплекса – соблюсти все правила реагирования и эвакуировать находящихся в зале зрителей. Все присутствующие уже предварительно осведомлены о порядке своих действий. Такие учения в теории и на практике помогают быть готовым в нужный момент к любым ситуациям. Сотрудники муниципальных учреждений отрабатывают свои действия во время команды штабных учений антитеррористической направленности. Практические действия. Для чего? Вы понимали порядок расследований всех ваших действий при возникновении подобной ситуации. После сообщения в единую диспетчерскую службу на объект приезжают сотрудники МВД. Однако в рассматриваемой ситуации взрывное устройство уже успело сработать. Начался пожар. Ко всему прочему, огонь не успел распространиться на соседнее здание. Пожарные разворачивают шланг. МЧС спасает оставшихся в здании. К работе подключается скорая помощь и коммунальные службы. Предупрежден, значит вооружен. Полный комплекс работ разворачивается на глазах участников. Очень познавательно было посмотреть на реальную работу наших служб. Это было очень интересно и практически очень применимо. Есть теперь понимание, как работают именно отдельные службы нашего района. Это были учения, а в реальной жизни как часто в вашей работе приходится привлекать еще и другие подразделения МЧС, но и сотрудников внутренних дел? Достаточно часто при каждой возникновении пожара или чрезвычайной ситуации мы привлекаем как сотрудников МВД, так и сотрудников скорой помощи. И необходимые нам силы и средства, которые нам позволят локализовать и ликвидировать данную чрезвычайную ситуацию. Эти учения недаром проводятся постоянно, тем более мы особую роль уделяем объектам соцзащиты. Там, где большое скопление людей. Чтобы минимизировать потери при возникновении чрезвычайной ситуации. И чтобы руководители объекта знали, как им действовать в той или иной ситуации. Ну а теперь давайте, вот уже тема была затронута, да, это летний отдых, отдых на воде. Лето вроде нам хорошее обещают, жаркое. В прошлом году немного забили тревогу в нашей администрации. Прошло специальное заседание комиссии по безопасности в администрации района. О том, что достаточно много у нас было погибших на воде. Давайте посмотрим этот сюжет, потом поговорим о том, какие меры принимаются на водоемах для безопасности наших граждан. Число погибших на водоемах Щелковского района в летний период увеличилось. В этом году утонуло уже на 4 человека больше, чем в аналогичном периоде прошлого. На заседании специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям на эту статистику обратил внимание Алексей Ивалов. Большее число жертв пришлось на водоемы с необорудованными пляжами. В связи с этим руководитель администрации района предложил к следующему сезону продумать размещение дополнительных пляжей. Особое внимание обратил на благоустройство Кожинского карьера. По мнению руководителя администрации, только после создания оборудованного пляжа имеет смысл вводить запреты на купание в опасных местах. Надо исследовать это озеро. Есть там толпы народа. Сделаем буйками или сепью отгородив. Вода там хорошая, чистая. Заведем какое-то количество песка туда, чтобы выровнять глубину. И сделаем, организуем место купания. И такой вопрос, вообще как оборудуются пляжи для безопасного времяпрепровождения граждан в летний период. Какие силы для этого нужны? И хватает ли людей вообще? Потому что много у нас водоемов в районе. Да, у нас достаточно много водоемов. Район у нас обширный. И водоемов очень много. Проводится администрация, большая работа по этому поводу, чтобы обезопасить времяпрепровождение людей у водоема. Ни для кого не секрет, что люди купаются в тех водоемах, которые не предназначены для этого. Поэтому те водоемы, которые, все водоемы перед готовкой к купальному сезону, они обследуются водолазами на предмет разных острых предметов на дне. Обследуют дно полностью. Обследуется сама вода. Берутся пробы, чтобы они соответствовали санитарно-гигиеническим нормам. Оборудуют водоемы спасателями, постами, которые дежурят в дневное время на этих водоемах. И если с кем-то произошло несчастье, они вовремя среагировали и спасли этого человека. Я, наверное, дополнил бы. Мы должны понимать, что, как правило, это летний отдых. Это комплекс отдыха. Это и шашлыки. А там опять костер. Это разведение огня. Я почему говорю, что... И если вот из предыдущих сюжетов внимательно смотрели, мы говорили, что и при разводах, которые мы проводим, что у нас патрулируются как водоемы, прибрежная зона, так и лесные массивы. Потому что мы смотрим в комплексе. Потому что где есть шашлыки и компания, это места отдыха. Зачастую там какая-то, может быть, группа употребляет спиртные напитки. Соответственно, уже какое-то поведение не совсем может быть правильно оценено на свои силы. И, соответственно, конечно, правильно, когда пляж оборудован. И купаться или отдыхать в лучшее, там, где приспособлено место. Поэтому спасатели и сотрудники, которые у нас и межведомственные рейды проходят, очень внимательно на это смотрят, обращают внимание, инструктируют. В том числе по поведению на воде. Ну и призывают, конечно, жителей внимательнее смотреть не только за собой, но и за, скажем так, своими друзьями, товарищами, с которыми они вместе отдыхают или просто рядом отдыхают. Может быть, не стесняться делать им какие-то замечания. По культуре безопасности поведения. И в целом по культуре поведения. Потому что зачастую там отдыхают и наши дети. И какой пример мы будем им показывать, так и такое поколение вырастет. Ну, а чтобы вы хотели, даже не порекомендовать, а обратиться к нашим жителям, как себя вести. Особенно там, где, может быть, не всегда доходит патруль ваш. Некоторые любят, наоборот, подальше забраться куда-нибудь или в лес, или на водоем. Ну, просто где поменьше народа. Ну, прежде всего, стараться по-напрасну не рисковать, оценивать свои силы, да, и не быть, например, в одиночку, не купаться. Ну, по возможности, чтобы с тобой кто-то был рядом. Чтобы даже в свое время человек хотя бы мог сообщить о то или иной. Мы все понимаем, что, может быть, не предмет, а физиологическое строение. Да, человек, организм, там, и ноги с судорогой сводят. Ну, все, что угодно может произойти. Хоть человек будет в себе уверен, да, но вот и все временно кто-то может подать руку помощи, да, или что-то предусмотреть, помочь. Ну, наверное, это основное, прежде всего. Спасибо. Ну, давайте теперь поговорим о хорошем, так скажем, в конце программы. Какие новости ожидают наших пожарных, пожарных Челковского района в ближайшее время? Вот в позапрошлом году открыли ДПО в Медвежьих озерах. Еще какие-то перспективы грядут в году в этом или в ближайшем будущем? Да, конечно, перспективы грядут. Администрация Челковского района уделяет достаточно большое время, достаточно большое внимание именно пожарной безопасности, защиты населения нашего района. Поэтому недаром открылось пожарное ДПО в Медвежьих озерах, которое прикрыло достаточно много населенных пунктов, и тот же самый объект, это Алмазская школа-интернат, которая была на отдалении от пожарных частей. Эта работа продолжается администрацией, и в ближайшее время будет проведено строительство пожарного ДПО в микрорайоне Богородский, Финский. Вы все прекрасно знаете, что там достаточно плотно идет застройка этих микрорайонов, и ближайшее пожарное подразделение у нас отсечено мостом и рекой Кулязьмы. И чтобы пожарное подразделение быстрее реагировало на теленые и чрезвычайные ситуации, там запланировано строительство пожарного ДПО. Ну что ж, остается пожелать вам, чтобы все свершилось, и в самом конце программы предлагаю посмотреть такой праздничный сюжет о том, как я уже говорил, 17 апреля отмечался день советской пожарной охраны, и о том, как чествовали ветеранов, давайте посмотрим короткий репортаж. Профессиональная преемственность. Нынешнее старшее и подрастающее поколение собрал день советской пожарной охраны в Щелковской части номер 300. Дети разных возрастов, из интернатов, школ и Монинского летного училища приготовили особый подарок – письма и рисунки. В адрес ветеранов звучали слова благодарности. Для детей и ветеранов действующие сотрудники службы провели экскурсию по части, показали старую и новую технику, продемонстрировали свои достижения. Старшее поколение, в свою очередь, делилось воспоминаниями, мнением и советами. Настоящая легенда среди ветеранов пожарной охраны – Рубен Термакартичан. Больше 15 лет он тушил пожары и спасал человеческие жизни. Его знают как преданного делу профессионала и грамотного руководителя, занимавшего должность заместителя начальника этой части. Вместе с ним долгие годы работал Александр Чернух, мастер пожарно-прикладного спорта Советского Союза. Он признается, что во сне до сих пор поднимается по пожарным лестницам и преодолевает опасные препятствия. Самое вспоминающее было, когда мы тушили зимой дачи. И когда бойцы не ободные рвались тушить быстрее, я их всех положил в снег, потому что через 5-7 минут полетели газовые баллоны, которые стали очень часто взрываться в этих дачах, от которых потом ничего не осталось. Это было самое запоминающее, как на войне. Современный день пожарной охраны пройдет 30 апреля. А для этих людей настоящим праздником может быть любой день года, когда не происходит ни одного пожара. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время прийти в студию. Спасибо за ответы на вопросы. Мне остается только поздравить вас с наступающим праздником, Днем пожарной охраны России, который будет 30 числа отмечаться. Пожелать успех в вашем нелегком и таком нужном труде. Спасибо, Иван Иванович. Спасибо, Павел Николаевич. Напоминаю, что сегодня у программы «Диалог» в гостях были начальник Щелковского пожарно-спасательного гарнизона, Вячеслав Никонов и начальник отдела надзорной деятельности по Щелковскому району МЧС России Павел Шагов. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok